МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Твои следы на внутреннем кармане и на бумажнике, где все это лежало, на телефоне, в котором был записан пин-код. Ты везде, где только мог, засветился больше того, выходя из дома, остановился пересчитать деньги и прямо напротив видеорегистратора автомобиля. 17-летний Антон Мальцев обвиняется в краже банковской карты и наличных денег у своего отчима на покупку наркотиков. Антон отрицает свою вину и утверждает, что отчим просто подставил его, желая избавиться от пасынка. В ходе судебного заседания выясняется, что вовсе не наркотики привели Антона на скамью подсудимых. Доченьки, родные, сейчас в такой беде оказались. И Поле сейчас без дома оказалось. И, слава богу, вообще она не сгорела. И Аня сейчас под судом. Мне это что делать? Я же мать, я же... Анна Сидорова и Полина Ларцева, сестры, у них одна мама, а отцы разные. Полина старшая, она работает парикмахером, недавно стала жить в собственном доме. Этот дом она получила в наследство от бабушки. Когда был совершен поджог Полининого дома, в этом обвинили обойденную в бабушкином завещании Анну. Здравствуй, представься, пожалуйста. Здравствуйте, Мальцев Антон Николаевич. Мне полных 17 лет. Родился 15 марта 2002 года. Хорошо. Обвиняешься по части 3 пункта В, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении кражи? Так 2 августа 2019 года ты совершил кражу в 19 тысяч рублей, а также банковской карты, принадлежащей твоему отчиму Галкину Денису Сергеевичу с намерением завладеть денежными средствами, находящимися на указанной карте, в размере 200 тысяч рублей. Вину свою признаешь? Да не было никакой кражи. Это все отчим подставил. Я у себя в комнате собирался на свидание с девушкой. Он мне карточку подкинул во внутренний карман куртки. Ну а я спешил, куртку надел и выскочил. Через полчаса меня полиция схватила. Я вообще ничего не понял. А как так получилось-то? Ему зачем тебя подставлять? Чтобы меня из квартиры выселить. Он как на моей маме женился. Ну все. Так я им стал и не нужен. Мама ему нужна, а я нет. Особенно после того, как у них свой ребенок появился. Он давно такие козни против меня строит. Что, мол, типа у него деньги пропали, и украл их обязательно я. Вот мама и слышит, мол, я плохой, а он нет. Ну давайте, товарищ прокурор, уже действительно по делу. Ну мальчики себя вот такого прям вот все меня подставляют, все вот так вот и прочее. А как на самом деле произошло? Почему произошло? Как произошло? И чем это доказывается? У нас дело в том, что Мальцев является учащимся. Собственного дохода он не имеет, заработка не имеет. Находится на иждивении. У отчима и матери. Однако, вроде все было нормально, все было хорошо. Но однажды его задерживают в ночном клубе буквально за месяц до совершения преступления. Начинают проверять его. Находятся молодые люди в состоянии наркотического опьянения. Проверяют действительно в крови наркотики. Тогда был просто привлечен к ответственности штраф за употребление наркотических средств. Ваша честь, да это всего раз было, и то я только таблетки пробовал. Да, и очень подставляют, и всего раз только это было. Но дальше вот уже ком начал накручиваться. То есть мать с отчимом, переживая за судьбу своего сына, грубо говоря, решили ограничить ему денежное удовольствие. То есть решили меньше давать карманных денег. Тогда, соответственно, и решился на кражу. И 2 августа он втайне от потерпевшего украл из его бумажника денежные средства в размере 90 тысяч рублей и банковскую карту, на которой было 200 тысяч рублей. А скажите, вот я хочу спросить, Денис Сергеевич, ну вот как-то я вижу, что не сложилось у вас хороших отношений-то. Может быть, ну вот с Антоном я имею в виду. А кто в этом виноват, как вы считаете? Ваша честь, вы даже не представляете, какой Антон трудный ребенок. Я на его матери 5 лет назад женился. И как не пытался только с ним подружиться, по-человечески относился. Хотел, чтобы он был мне как сын. Но, потому что люблю его маму, но Антон сразу ко мне относился как зверек. Просто ненавидит меня, потому что я занял место его отца. Не слушает меня, все время делает все по-своему. И я даже не знаю, что уже ждать от него. Ваша честь, это не так. Вы понимаете, у Антона затянулся переходный возраст. Он очень сильно любил своего родного отца, а после смерти так переживал, что просто не может он принять никак Дениса. А после того, как у нас с Денисом общий сын родился, Антон начал еще и ревновать. Так, смотрю, значит, вижу, что учатся плохо, пропускают уроки. Были задержания за драки, за употребление наркотических препаратов. Это хороший мальчик? Не, ну вы что считаете? То, что я плохая мать? Вы знаете, я ничего пока не считаю, Ирина Валентиновна. Я пока хочу понять вам время на старшего сына-то вашего. Хватает с учетом того, что у вас другой ребенок растет? Да, конечно, ваша честь. Просто пока я была одна, это было сложно. Но дело в том, что когда Денис взялся за воспитание Антона... Стало еще хуже. Знаете, стало еще просто хуже. Он озлобился, как ты, и против Антона, и против меня. А как не озлобиться? Почему? Я о нем забочусь больше, чем это по-мужски просто. Дальше будет только хуже, если сейчас на это не обратить внимания. Зачем ему все спускать это срок? Денис Сергеевич, расскажите нам, как кража-то произошла? Да. Ваша честь, 2 августа вечером я пришел после работы, уставший. Супруги моей не было дома, она уехала к сестре с младшим сыном. Там и заночевала. Антон сидел у телевизора, все как-то на меня косо посмотрел. Я пошел в душ помыться, выхожу, смотрю, Антона нет. Потом на крючке нету куртки. Я смотрю, рядом с вешалкой лежит. Я поднимаю, смотрю в карман. Нету кошелька. Когда доставаю, нету денег, нету карты. Я сразу к телефону. И тут замечаю, что и телефон не так лежит. А там у меня был записан пин-код от карточки. Я сразу хотел прям заблокировать карту. И приходит смс-ка с уведомлением о снятии наличных. 200 тысяч он снял у меня. И я даже не знаю, все у него было. То есть большую часть времени, сил мы тратили на него. Шмотки, все гаджеты. У него абсолютно все есть. Я не знаю, зачем ему нужны эти были деньги. Но догадываюсь, что дело все в наркотиках. Ваша честь, ты подставай это все. Он сам снял денег и положил мне во внутренний карман куртки. Я вообще ничего не понял, когда меня полиция схватила как преступника. Ты наставлял следов, где только мог. Понимаешь, доказательства против тебя выше крыши. Смотри, видеозапись банкомата, где ты деньги снимал. Твои следы пальцев рук на карточке, с которой ты деньги снимал. Твои следы на внутреннем кармане и на бумажнике, где все это лежало. На телефоне, в котором был записан пин-код. Ты везде, где только мог, засветился. Больше того, выходя из дома, остановился пересчитать деньги. И прямо напротив видеорегистратора в автомобиле. Четкое видео, как человек считает купюры. Причем там видно даже, что 5000-й может даже посчитать, сколько он насчитал. Там порядка как раз 90 тысяч рублей. Ты вот где мог, только засветился. Я говорю, ты единственное, что записки не оставил. И это украл я. Понимаешь, что это дело? Интересный ты человек. Ну, смотрите, у нас не хочет человек сознаваться, не хочет облегчать свою вину. Я думаю, 4 года лишения свободы будет для него достойным наказанием. Как? Ваша честь, я вас прошу. Я уверена, что Антон ничего красть не хотел. Вы понимаете, это просто глупая подростковая выходка. Дело в том, что мы накануне всей семьей поссорились. Антон просил деньги на новый компьютер. Мы ему не дали. Но вот он так вот в ссоре и решил нам прекратить, что я заберусь. Ира, Ира, это все не понарошку. Ты пойми, что он все, он пошел, взял мой пин-код, карточку. Он уже снял деньги. Это просто в ссоре он так тебе сказал. Это все не шутки, это все не понарошку. И какой компьютер? Какой компьютер за 200 тысяч плюс 90? Тем более мы ему в том году навороченный ноутбук последней модели купили. Какой? Я не знаю. Ты вот хочешь узнать, откуда? Зачем ему деньги эти нужны? На наркотики они ему нужны. Да я только раз пробовал. Наркотики дальше, Ир, будет только хуже. Если сейчас этим не заняться, дальше будет хуже. Да куда хуже-то? Ты понимаешь, что в принципе ничего плохого-то не произошло. Зачем ты вот посадил пацана на скамью подсудимых? Ты же ему всю жизнь поломал. Я не садист. Ты знаешь мое отношение к нему. И сколько я для него сделал. Честно, как отец к сыну. Я очень много сил, времени, энергии и ресурсов отдал на него. Я тоже был пацаном. Я тоже проходил улицу. Если мы сейчас этим не займемся, его воспитанием. Да, жестко, да. Но по-другому никак. Зачем ему сейчас это? Ты ему жизнь поломал. Ты понимаешь? Ну, смотрите, давайте, наверное, уже перейдем к свидетелям обвинения. Это Алла Носкова, одна из первых у нас. Она может рассказать, что, во-первых, что действительно нужны были деньги нашему подсудимому. И незадолго до совершения кражи он пытался их всячески достать. Пригласите, пожалуйста, Носкову Аллу Игоревну. Пригласите, пожалуйста, Носкову Аллу Игоревну. Пожурил и отпустил. Понять, простить. Понимаете. Знаем, к чему это приводит. Проходите, присаживайтесь. А, скажи, пожалуйста, ты учишься с Антоном в одном классе? Да. А часто ты с ним общалась? Да, знаете, он меня задолбал вообще-то. Он в том году ко мне клеился, но я его отшила. Стремный он какой-то. А недавно вся школа стала поговорить, что он вроде как наркотиками начал баловаться. Глаза стеклянные, сам странный, весь какой-то непонятный. Но я решила с ним пореже видеться. Нафиг мне этот наркоша нужен? Ну, никакой я не наркоша. Пару раз пробовал и все. Наркош, наркош. Да какой там пару раз? Раз, пару, десять. Может быть, ты, конечно, незаконченный нарк, но, Ваша честь, зачем он мне такой нужен? Вы представляете, недавно он ко мне опять начал клеиться. Стал, знаете, его как будто бы подменили. Он стал чернее тучи, перестал с друзьями видеться, парился какими-то проблемами. Недавно я заметила, знаете, что он стал в интернете ссылки искать. Сейчас, секундочку. Что-то типа, как стать миллионером за три дня, вот. А потом начал всерьез спрашивать про мошенческие всякие махинации, как бабла срубить и не влипнуть. Да что ты врешь-то все? Да что я вру, что я вру. Ты сам ко мне подходил потом и спрашивал, могу ли я тебе достать, раз у меня отец в банке работает. А что достать? Деньги достать. Ему, знаете, нехилая сумма нужна была, я даже офигела. Что же это за сумма ему была нужна? Двести тысяч, представляете, он просил достать. Да врет она все, ваша честь. Да что я вру. Ты просил меня достать. Говоришь, тебе же не проблема, раз отец в банке работает. Но ты отказала ему? Конечно, отказала. А он что? Мне папик столько не даст денег, нет. Ну а что он ответил на твой отказ? Ничего он конкретного не ответил. А на что они ему были нужны, ты знала? Нет. Он просто сказал, что какие-то проблемы нужно срочно решить. Начал шифроваться, наверняка что-то незаконное затевал. Ну ясно, все понятно. В общем, смысл показаний данного свидетеля в том, что требовалась крупная денежная сумма, добыть ее по-честному не получалось, нужно было что-то решать. Соответственно, это вот к вопросу о том, какой он хороший и так далее, и так далее. Вы смотрите за ним лучше. Есть еще один свидетель обвинения, это Звягин Дмитрий Павлович. А он нам может рассказать именно на что хотел подсудимый потратить эти денежные средства. Пригласите, пожалуйста, Звягина Дмитрия Павловича. Свидетель обвинения, проходите. Пальцы, свидетель, что тебе еще надо? Пройдемте. Проходите, присаживайтесь. Дим, я так понимаю, что ты дружишь с Антоном, да? А он тебе рассказывал, что вот ему нужна какая-то некая крупная сумма денег за чем-то. Да, он постоянно это говорил. А все из-за этого жлоба. Слушай, так, э, Дим, что это такое? Тихо, деньжат-то у тебя имеются, ну ты прижимистый. И на жену ты мало тратишь. А на пасынка и вовсе копейки жалко. Что это за воспитание такое? Как ты со мной разговариваешь? Так, подождите, давайте мы потом будем по воспитанию. Подождите, подождите. Мама Антонова попросила у тебя подарить ему новый компьютер. Так ты выбрал самый дешевый. И теперь у него все игры плохо работают. Да еще и во всех войнушках он проигрывает. Что это такое? Да, это мой мой мой. Конечно, обдолбается и проигрывает. У него мощнейший ноутбук. Ты посмотри, как он одет. Ты что, рухлядь, купил джинсы? Джинсы? Ты посмотри на его ухо. Тихо, 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 тихо. Он просил у тебя крутые джинсы. А ты опять купил самые дешевые. И так всегда. У Антона больше не было сил. Он из-за этого злился. Он говорил, что таких нужно раскулачивать насильно. А не говорил, каким образом раскулачивать надо? Может, у него какие пути раскулачивания уже были? Слово всегда ненавидел. Говорил, что мать вышла из-за этого жвоба только из-за денег. И предала память отца. Никого не трогать. Что ты так говоришь? Ваша честь, я считаю, что это вообще... Да вы считайте, что хотите. Пусть он нам расскажет. Она придала память отца ради денег. Но за несколько дней до того, как Антона арестовали, мы тусовались у его дома. И тут подъезжает его отчим на своей новой тачке. Антон, как его увидел, его аж перекосило. Потому что он узнал, сколько денег стоит эта машина. После этого он сказал мне, что теперь ему придется денег клянчить даже на телефон. Потому что отчим ему ничего не даст. После этого он сказал, что у него больше нет сил на это. И что? И надо раскулачивать. И надо раскулачивать. Ясно. Ну скажи, пожалуйста, конкретно, на что ему деньги были нужны? То есть понятная предыстория. Он был влюблен в девушку. И мечтал с ней съездить на море. Но я не знаю, кто это такая. Он не говорил мне. Встречался с ней втихаря. Ваша честь, ну хотел я девушку на море отвезти. Ну что тут такого? Чего из этого эпопею устроили? Я правильно понимаю, что ты уже фактически признал свою вину? Хотел девушку на море отвезти. Мы с тобой понимаем, что отвезти на море денег стоит. Да, это я взял деньги. Ну у него их много, у меня ничего. И карточек у него этих по разным банкам уйма. Что с этого такого? А он просто и счастлив меня посадить бы. Да? Антон, ты хочешь понимаешь, о чем ты считаешь? И счастлив, конечно, Антон. Но здесь защита не даст этому случиться. Понимаете? Понимаешь как? Дело в том, что у защиты есть действительно свидетели. И мы его сейчас заявим. Которые нам четко укажут на все те смягчающие обстоятельства, которые, как говорится, не дадут свершиться суровому приговору. Прошу пригласить Тарасову Марину Олеговну, эта девушка подсудимого, которая нам и расскажет об этих обстоятельствах. Пригласите, пожалуйста, Тарасову Марину Олеговну. Свидетель защиты, проходите. Присаживайтесь. Марин, скажи, пожалуйста, ты встречалась с Антоном? Да. А просила его на море тебя отвезти? Да, я реально хотела на море поехать. Мы об этом столько говорили, планы строили. У Антона ведь предки не бедные, думала, денег ему дадут. А он и не говорил, что там какие-то проблемы, что ему за меня красть придется. А я еще такая, как же хочется загара красивого, в море искупаться, фруктов вкусных поесть. Получается, это что? Я во всем виновата. На кражу его подбила. Антон ведь меня реально влюблен. На все готов, чтобы меня порадовать. А тебе было что-то известно о его планах-то? Нет. Он мне просто позвонил и сказал, на море едем. Мы с ним встретились вечером, пошли в банк. Антон снял деньги с карты. Я думала, эту карту ему дали родители. А после Антон в ближайшее турагентство хотел сбегать, чтобы путевки присмотреть и успеть до закрытия. А я в тот день домой спешила. Поэтому с ним и не поехала. А если бы поехала, на него бы не напали. И деньги были бы целы. То есть ты хочешь сказать, что на Антона напали? Ваша честь, реально так все и было. За мной прямо от банкомата следили. Видели, как я деньги снимаю? Мне Антон позвонил, когда я уже дома была. Сказал, что его проследили от банкомата. И все деньги отобрали. А больше я ничего не знаю. Антона сразу после этого арестовали. Я же снял 200 тысяч с карточки. А у меня еще 90 было. Я их Маринке показывал. Ну, я как за... Свернул в ближайшую подворотню. У меня по голове тюкнули, я отключился. Очнулся, денег нет. Все забрали. Да врет он все. Да врут вы. Они вместе все. Деньги поделили. Или пошли купили дурь. Или она их припрятала. Тем более, вы посмотрите. Нормальная, симпатичная девушка. Кому нужен такой мой пасынок наркоман? Она тоже наркоманка. Да не смею оскорблять и называть наркоманкой. Я кого не оскорбляю. Я как есть, так и говорю. Она никогда не пробовала. И вообще она меня ценит и любит, в отличие от некоторых. Любит? Ты что, совсем дурак? Если бы я знал, что твоя девушка Маринка. Ну, ты же молчал, как партизан. На самом деле, твоя Марина бегает за моим старшим братом. Везде с ним любят его, как кошка. Но Марина не во вкусах моего брата. Ему нравятся девушки с большой грудью. Но это точно не про Марину. Он ей прямо так и сказал. Как найдешь деньги на грудь, так и приходи. А сейчас ты мне не нужна. Но мой братец понимал, что у Марины нет куда взять денег. Она и так работает на копеечной работе. И у нее мать все забирает. А тут еще такое. Но Марина сказала, что найдет денег. И мой брат еще за ней побегает. Она будет как Мэн Вин Моро. Ваша честь, я не вмешивалась. Думала, это не мое дело. Но что-то жалко мне его стало. Позавчера Маринка хвасталась всем, что деньги на новую грудь нашла. Но и там сумма не вся. Ей там не хватило. Собственно, она не рассказала. Удалось ей куда-то... Где конкретно ей удалось достать эти деньги? К сожалению, она точно не сказала. Но, знаете, я теперь понимаю, что у Антона. Потому что пару дней назад она говорила, что хочет кого-то там раскрутить, найти на оставшуюся сумму. И все ради Димкиного брата. Он над тобой только стебется, понимаешь? Ты ему не нужна. Да все, правда, из-за Маринки парился. Бабки отчиму подрезал, чтобы ей сиськи сделать. Ты что, совсем придурок? Антон, расскажи-ка, пожалуйста, куда на самом деле деньги делал? Ну, я их Марине отдал. Она просто недавно на работу устроилась в одну компанию. Там всякие крутые дядьки. И она, короче, одному клиенту выдала лишние 200 тысяч. А он взял и смылся с ними. Ну, начальник ее спалил это дело и начал требовать обратно. Марина просила подождать, мол, вычитать из зарплаты понемногу. Ну, тот уперся, сказал, что нет, мол, давай все сразу. А потом ее в подъезде прессанули с ножами. Но она плакала, рассказывала, что, мол, если с ней что-то случится, чтобы я пошел в полицию и рассказал все. Ну, я же не мог допустить, чтобы ее убили. Она девушка моя. Вот дела, Марин. Вот это у тебя, конечно, криминальный талант. Надо себе на заметку взять. Такую аферу прокрутила просто невероятно. Вот только не нужно меня аферисткой выставлять. А кто ты? С меня бабки реально требовали. Потому что я микрокредиты брала. Между прочим, для него брала. А с какой целью ты брала микрокредиты? Да еще к тому же для него. Ему на дурь было нужно. А у предков же не достать. Поэтому он меня просил кредита взять. А кредиты ведь бесплатно не дают. Их отдавать нужно. Я и так и это крутилась. Пришлось на работе позаимствовать. А начальник как увидел, так и озверел. Велел немедленно все отдать. Че ты врешь-то? Там с этих кредитов 1150 максимум набежало. А я тебе 200 с карты и 90 налом отдал. Я просил тебя остаток заныкать. А ты что с ними сделала? Ты хотел нового парня сиськами склеить? Знаешь, хватит уже ныть. Тоже мне невинный ангелочек тут нашелся. Ты не для меня крал, а для себя. А раз уж тебе теперь сидеть, и эти деньги тебе без дела будут, я их в дело пущу. Как мило смотреть, как вы тратите мои деньги. Лапочка моя, солнышко, да? Не переживай, деньги у тебя возьмут. Да, и надеюсь, вы ответите за совершенную вами кражу. Господи, Антоша, во что же ты влип, а? Что же теперь будет с тобой в будущем? Ма, тебя только сейчас моя судьба начала волновать, да? Почему? Раньше ты парилась только за своего нового мужа и вашего общего ребенка. А я что? Я всегда о тебе думала. Ваша честь, мать меня предала ради своего нового хахаля. Маринка я любил реально, а получилось, что она меня кинула. Лучше ни одной бабе не поверю. Суд удаляется для вынесения премии. Далее в программе. Доченьки, родные, сейчас в такой беде оказались. И Поля сейчас без дома оказалась. И, слава богу, вообще она не сгорела. И Аня сейчас под судом. Мне это что делать? Я же мать, я же... Анна Сидорова и Полина Ларцева, сестры, у них одна мама, а отцы разные. Полина старшая, она работает парикмахером, недавно стала жить в собственном доме. Этот дом она получила в наследство от бабушки. Когда был совершен поджог Полининого дома, в этом обвинили обойденную в бабушкином завещании Анну. Мальцева Антона Николаевича признать виновным по части 3 пункту В ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание считать условным, с испытательным сроком в течение двух лет. Антон, я не знаю, кому ты поверишь, кому ты не поверишь. Это, конечно, уже твое дело, но я бы выводы из того, что ты сделал, делал бы совсем другие. Ты сам должен свои мозги включать и сам должен строить свою жизнь. Без этой дури, а нормальную жизнь, понимаешь? И суд дал тебе такой шанс. Воспользуешься? Молодец. Не воспользуешься? Сядешь. Судебное заседание закончено. Слушай, ну вообще шикарное дело. На самом деле, крепко повезло. Потому что, учитывая наркоманское прошлое, уже что привлекался, плюс еще кража, шанс вероят, что ты попадешь опять очень велик. Вообще снизим. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Сидорова Анна Викторовна. Полных лет сколько? Семнадцать лет. Присаживайся. Обвиняешься по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Так, 20 октября 2019 года ты подожгла дом на участке своей сестры Ларцевой Полины Ивановны. Строение выгорело частично. Признаешь свою вину? Да не поджигала я дом. Это Полина. Она специально на меня наговаривает. Наша мама развелась отцом Полины, когда той было 2 года. Потом мама вышла за моего отца, и мы жили все вместе. Но когда Полина закончила школу, она переехала к своему отцу в соседний поселок. Это 3 километра от нашего. Значит, у вас с Полиной одна мама и разные папы. Ну да, я жила со своей мамой и отцом. А недавно Полина вступила в наследство нашей бабушки и переехала жить к нам в поселок. И, естественно, конфликтов стало больше, потому что у Полины просто ужасающий характер. Ой, это у меня характер плохой. Ты на себя посмотри, неадекватная. Я неадекватная. Девочки, не ругайтесь. Постоянно все не по ее бывает. Понимаете? Каблух сломала, дороги плохие на работу опоздала. Автобус не вовремя приехал. Полина работает женским мастером в салоне, в районе. И на нее часто жалуются клиентки. На сайте столько отрицательных отзывов. Наверное, они ей подожгли. Они говорят, придешь к Полине, она волосы испортит, скажет, так и было. Теперь-то все понятно. Ты говоришь, что конфликтов стало еще больше. То есть вы ссорились достаточно часто. Из-за чего, собственно, у вас эти конфликты-то возникали? В основном из-за ее характера. У меня к Полине претензий нет, правда. Я ее люблю как сестру. И я не могла просто прийти и поджечь ее дом. Полина, она постоянно ко мне придиралась. То есть я невежливо поговорила, а то фотографии в соцсети без ее спроса выложила. Хотя она там вообще стоит спиной. И постоянно она вспыхивает, как спичка. Ну, товарищ прокурор, в общем, что мы сейчас будем играться в эти... Могла, не могла, подожгла, не подожгла. Расскажите, что следствие установило, и начнем разбираться. У нас 20 октября позвонил в пожарную службу сосед потерпевший, Мурзаев. Он сообщил, что дом Ларцевый горит. Он был у себя в доме, почувствовал запах гари, выглянул в окно и увидел сам факт пожара. Кроме того, он пояснил, что буквально за 30 минут до того, как он обнаружил возгорание, по вот этому участку ходила наша подсудимая. Он описал, в чем она была одета. В результате дом выгорел частично, поскольку деревянный, горел медленно, потушить успели. И при осмотре места происшествия, под навесом, где лежат дрова, обнаружили бутылку с остатками бензина. В тот же день у нас, соответственно, была допрошена, опрошена изначально сама подсудимая. Она, естественно, отрицала свою вину, как и сейчас. Однако у нее была изъята та самая куртка, в которой ее видел Мурзаев. И, о чудо, на куртке частица того же самого бензина, который находился в бутылке, которая в дровах валялась. И на самой бутылке следы пальцев рук, принадлежащие, соответственно, подсудимой. То есть сомневаться в ее вине не приходится. Скажи, пожалуйста, Ань, ты не будешь отрицать тот факт, что ты находилась в день поджога, собственно, на участке сестры? Нет, не буду. Но я пришла к Полине просто спросить там какую-то ерунду, типа, какую краску мне, что ли, для волос выбрать? Я не помню точно. Но я пришла, смотрю, ее нету. Звоню тоже, не отвечает. И я специально переставила бутыль подальше от дров, потому что знала, что они могут загореться. А кто назад переставил, в вашу честь, я не знаю. Несмотря на доказательства, так и продолжают отрицать свою вину. А дело в том, что и мотив имелся, поскольку сейчас так гладенько по этой теме прошлись, но у подсудимой действительно была неприязнь потерпевшей, и не просто за счет родственных каких-то чувств, личные там какие-то счеты, а она, ну, не знаю, это зависть или какая-то злость за то, что тут про наследство упомянули, что дом достался в наследство именно потерпевшей, а не ей. Из-за этого, соответственно, она и решила отомстить. Поэтому, как я уже выше сказал, доказательства имеются, вина, я полагаю, доказана, и необходимо назначить наказание сроком, ну, лишением свободы сроком на пять лет. Полин, скажи, пожалуйста, в каких отношениях с сестрой находились? Ну, отношения с ней, конечно, у нас всегда были не очень, но после того, как дом достался мне, это вообще просто какой-то кошмар, невозможно было с ней находиться. То есть ты хочешь сказать, что, собственно, она не смогла пережить и чувствовала себя обделенной после того, как ты наследство получила? Да, она просто начала мне мстить. Понимаете, у Ани была бабушка по отцу, вот, она полгода назад умерла и оставила завещание. Вот в этом завещании-то и написано, что дом достается мне. Анька осталась с носом, ничего ей не досталось. Да я за бабушкой ухаживала, я ее любила. Да, конечно, ухаживала она за бабушкой. Я через полгода съехала от них, потому что с ней было просто невозможно находиться. Она меня оскорбляла, орала, чуть ли не с дракой на меня накидывалась. Я вру, вот. А на самом деле-то за бабушкой она не ухаживала. Продукты я ей приносила, убиралась я у нее. Да что ты врешь? Анька вообще на нее забила. У бабушки что с отцом были плохие отношения? Что у Аньки девка вообще без головы? Я за бабушкой ухаживала. Рассказывай, конечно, мне. Я тебя никогда не забила. Ты моя сестра, я тебя любила. А скажи, пожалуйста, Аня тебе когда-нибудь угрожала? Да. Так вот, после этого случая, что было? Один раз, ну, я переехала уже в новый дом. И, ну, там было мало посуды. Я решила у мамы спросить кухонный сервиз. Пришла к ней домой. Она начала мне его собирать. Вот, мама подтвердит. Собирает мне. И тут приходит Анька домой. Все, это какой-то кошмар. Она начала на меня орать. Типа, ты что, сюда приперлась? Тебя вообще тут не ждут? А почему я тебе должна отдавать наш сервиз? Да сервиз наш, школьный мой тоже. Тебе дома мало, я не понимаю. Ой, все. Мой сервиз тоже мне мама отдала. Это мой сервиз. И самое главное, что она мне тогда сказала, что типа меня вообще с этим домом спалить надо. Не было такого, ваша честь. Так что сама и призналась в этом. Скажи, пожалуйста, Полина, во время пожара у тебя дома не было? Ты на работе была? Да, я была на работе тогда. В общем, когда я приехала, блин, я вообще просто офигела. В общем, у нас во дворе эти машины пожарные стоят. И дом. Он наполовину сгорел. И почему-то решила ты все это свалить на меня. Да ну а кто это еще может сделать? Она сама говорила, что хочет спалить его, меня. Кто это еще мог сделать? Не было такого. Хватит на меня наговаривать. Ты меня ненавидишь, поэтому не говоришь. Конечно ненавидишь, потому что ты дура неадекватная. Я дура. Девочки, плачет. Успокойте свою дочь, она у вас неадекватная. А ты что на моего отца орешь, я не поняла? И что? На кого хочу, на того и ору. Виктор Юрьев. Виктор Юрьев. Забери заявление, пожалуйста. Не буду я ничего забирать. Виктор Юрьев, скажите, пожалуйста, ваша дочь, как вы считаете, могла вот поджечь дом-то этот? Полина. Нет, ваша честь. Не могла. Я родной отец Анны, а Полина дочь моей жены от первого брака. И вот кто совершенно не злой, не завистливый человек, так это Анна. Правильно. Моя дочь добрая и бесхитростная девушка. Понятно. Тут сомнений нет. Просто с домом с этим очень некрасивая ситуация получилась. И, понимаете, на самом деле у меня с моей матерью был долгий и затяжной конфликт из-за брака с Ларисой. Мама Лару не любила, а вот с внучкой у нее были прекрасные отношения. Понятно тебе. Прекрасно. Последние два года, помолчите, девочки, мама постоянно болела. Я к ней не ходил, но следил, чтобы Анна ей помогала. Так вот, моя дочь через день ходила к бабушке, приносила ей продукты, стирала, убирала, готовила. Поэтому Полина все врет, что якобы Аня забила на бабушку. Это не правда. Это Полина так делала. Забежит к ней на час и все. Вот и вся ее помощь. Я не совсем понимаю, а Полина почему должна была за вашей мамой ухаживать? Она-то к ней какое имела отношение? В этом вы правы. Но я не понимаю, почему сейчас она врет и говорит, что это она ухаживала за бабушкой. А вы выгораживаете свою дочку. Я ничего про это не знаю. Я никого не выгораживаю. Помолчите, девочки. Витя, ну зачем ты врешь? Зачем ты врешь? И ты, Лара, помолчи, пожалуйста. Потому что моя мама много раз всем знакомым говорила, что после ее смерти дома Анне достанется. Потом вдруг раз и завещание на имя Полины. Фактически чужого ей человека. Конечно, Анне это было обидно. Естественно, она и претензии высказала. По-другому и быть не могло. Но я хочу сказать, что никогда Анна не угрожала Полине. Никогда я от нее ни про какую месть не слышал. Ей просто было это все неприятно. Вот и все. Полина, конечно, то, что дом сгорел, это ужасно. Но не надо за это обвинять свою сестру. А кто мне теперь дом восстановит? Мне кредит придется брать, чтобы ремонт делать. Поэтому решила свалить все на меня. Полечка, ну мы все решим. Все решим. Она у вас неадекватная. Витя, ну зачем ты врешь? Зачем ты врешь, что у твоей мамы с Аней были хорошие отношения? С Полей у твоей мамы были хорошие отношения? Вот такой вот парадокс. Ваша честь. Ну вот... Поля очень хорошо относилась к бабушке нашей. И помогала ей постоянно. Она постоянно приходила домой. И действительно ей помогала. Мам, да ты всегда была за Полину. Ты даже не замечала, как я к бабушке ходила. Конечно, у тебя Полина любимая доченька. Потому что я все делала, а ты просто забила. Ну да, да, да. Анечка, Анечка, ну... Девочки, спокойно. А Лара, и ты помолчи, пожалуйста. Вить... Полина твоя ненаглядная. Просто обвела вокруг пальца Анну. Вить, вот ты вот тоже вот... Тоже вот ты всегда, всегда на стороне была Ани. А... А Поля-то... Поля тоже не виновата. Ваша честь, пожалуйста, примите во внимание. Ты однажды сам мне сказал, что Полина, хоть она и хорошая девочка, но она всегда будет тебе чужой. Поэтому ты всегда на стороне Ани. Ты ее выгораживаешь. А для меня они две мои доченьки, родные. Сейчас в такой беде оказались. И Поля... И Поля сейчас без дома оказалась. И, слава богу, вообще она не сгорела. И Аня сейчас под судом. Мне это что делать? Я же мать. Я же... У меня просто сердце вырывается. Лора, я хорошо помню, как Анна в один из выходных дней собиралась к бабушке. И тут приходит Полина и говорит, давай я быстро к бабушке сбегаю. Отнесу ей продукты. Мне не сложно и по пути будет. А Аня ей верила, благодарила. А у Полины был план. Это она хитростью заставила бабушку написать на нее завещание. Это были расчеты. Вы что вы наговариваете на меня, поила бабушка? Действительно наговариваете. Понимаете, понятно, что у вас там есть определенная ситуация с этим домом. Понятно, есть определенная неприязнь. И понятно, что вы не хотите верить в виновность вашей дочери. Несмотря на то, что доказательства исчерпывающие и неоспоримые. Но тут еще есть важный момент, что у вашей дочери имелся и умысел. И она заранее планировала данное преступление. В обвинении есть свидетель. Это Туманов Илья Андреевич, молодой человек нашей потерпевшей. Он как раз и расскажет о том, что заранее планировался данный поджог. Пригласите, пожалуйста, Туманова Илью Андреевича. Он вот все и подтвердит сейчас. Ну, подождем, давай, свидетеля, посмотрим, что он подтвердит. Пожалуйста. Пойдите, присаживайтесь. Ненормальная. Я ненормальная? Да, ты ненормальная. Девочки, хватит. Илья Андреевич, расскажите нам, пожалуйста, вы давно знакомы с Полиной? Ваша честь, Полина моя девушка. Мы знакомы уже около года. Но Анну я тоже хорошо знаю. Хорошо он меня знает. Сейчас посмотрим, как хорошо ты меня знаешь. Позвольте, я продолжу. Да, конечно. Они же все-таки сестры. Но сестринской любви между ними как таковой не было. Дело в том, что Аня постоянно завидовала сестре то, что так красивее. То, что ей теперь дом достался. Где-то недели две до происшествия Анна пришла к сестре домой. Я тоже там был. И закатила скандал, мол, почему тебе все, а мне ничего? Я? Да не было такого, ваша честь. Он сейчас меня специально наговаривает, потому что его Полина подговорила. Значит, Аня злилась, что ли, на сестру? Да не то слово. Она сыпала обвинениями в том, что Полина ее бабушку накачала чем-то. И она не соображала, что подписывает. Может, так и было? Может, так и было? Да, может, так и было? Почему ты меня сейчас обвиняешь? Ты сама вспомни свой разговор. Какой же ты сволочь, Илья, господи, какой же ты сволочь. Ты прекрасно знаешь, как я тебя любила. Я сейчас пришел в суд и меня грязью поливаешь. Все, уже успокойся. Да, это теперь мой парень. Он меня выбрал. Так что отстань от нас. Отстать? Да. Да ты у меня парня убила. Я убила. Да лучше бы я твой дом полностью спалила. А-а-а. То есть ты хочешь сказать, что полностью спалила, а удалось спалить частично. Да если и так, Ваша честь, во всем все равно Поле виновата. Она мне специально Илью вела. А он на нее из-за дома позарился. Да при чем здесь дом? Ну понравилась я ему. Ну, собственно, вот у нас, подождите секундочку. Фактически у нас уже практически есть признание. И появился еще один дополнительный мотив. Кроме неприязни по поводу дома, вот еще и не поделили парня. Одна хотела увезти у другой. Кому-то кто-то нравится. Поэтому сожгу-ка я твой дом. Да, сожгу-ка я твой дом. Ну, неприязнь есть неприязнь. Она тут говорила, что потерпевшую вспыхивает как спичка. Ну, решила так же поступить. Да что вы такое говорите, Анна? Да что вы такое говорите? Вы вот уже все сказали, дайте защите высказаться. Ваша честь, разрешите? Я вот перебил тот отца. Да. Моей подзащитной. Но думаю, что чуть позже вы выступите. Не смотрите на меня так. Господин прокурор, вот вы заблуждаетесь. Я все-таки считаю, что здесь мотив несколько иной. Это именно Полина увела ведь парня у моей подзащитной. Именно сначала с этим Ильей, который здесь у нас свидетель обвинения, познакомилась именно Анна. И уже тогда, когда Илья приехал к Анне, Полина его увидела и фактически его увела. Понимаете как? Вот. Как это Илья приехал к Анне? Ну, конечно. Почему я ничего не знала? Куда он приехал? Когда? Я специально вам не говорила, потому что знала, как вы отреагируете. Так, Анна, подожди. Ты что, правда, встречалась с этим парнем? Да, встречалась. Потому что я его люблю. А почему он нам ничего не рассказывал? А почему мы с матерью ничего об этом не знали? Да вы не считаете ребенком. Я уже давно не ребенок. Я сама могу решать. Поэтому рассчитывала на дом бабушки. Я хотела за него замуж. Я хотела от него детей. Я уж вижу, что ты решила. Вот видите как, Ваша честь, оказывается, тут некоторые лица, участвующие в нашем процессе, многого не знают. Я расскажу больше, что вы, дорогие родители Ларисы Сергеевны и Виктор Юрьевич, были вообще не в курсе личной жизни вашей дочери. Да, она была, как она сейчас говорит, и это действительно была на самом деле влюблена в Илью. У них были отношения. И они разрушились только тогда, когда Илья предпочел Полину, понимаете как, и стал с ней встречаться. Вот давайте я хотел бы, чтобы не быть голословным, вызвать сюда свидетеля защиты. И этот свидетель защиты это Платонова Вероника Юрьевна. Она как раз расскажет, чем именно видела Полину мою подзащитную. Пригласите, пожалуйста, Платонову Веронику Юрьевну. Отстанет его, это теперь... Почему вы прицепились к этому дому, а? А ты вообще помолчи. А чего вы меня затыкаете, а? Помолчи, помолчи. Так, Вероника, скажи, пожалуйста, Анну ты давно знаешь? Ваша честь, Анну я знаю очень хорошо. Мы с ней знакомы с самого детства. Скажи, пожалуйста, а известна тебе встречалась она с Ильей? Да, Аня год назад ездила в Сочи. Там она познакомилась и влюбилась в Илью, вот в него. И Илья приехал к ней в наш поселок, за ней, за Аней, за нашей. Но родители ничего об этом не знали, и Аня скрывала об этом. А почему Аня скрывала об этом? Вы понимаете вашу честь. Аня начала встречаться, когда ей было 16 лет. И родители уже в это время распланировали всю ее жизнь, что вот сейчас она закончит школу, пойдет в университет, получит образование. А тут какой-то мальчик, конечно же, мальчик с Сочинского пляжа, мальчик-спасатель, не вписывался в их планы. А Илья, он устроился в торговый центр работать уборщиком. Также он подрабатывал в местном боулинге, снял маленькую комнату по дешевке. А понимаете, Аня, она всегда мечтала, что когда у нее будет собственный дом, собственно, который бабушка и оставила в завещании, она всегда мечтала, что будет там жить. И будет жить с кем она захочет. А конкретно она с Ильей хотела. Но не вышла. Аня, ты что, с ума сошла? Почему я ничего не знаю? Мы же с тобой договаривались, что никаких мальчиков, никаких любовных историй, пока ты не отучишься и диплом не получишь. Это вы договаривались. Анна, помолчи. Ты еще маленькая. Я с матерью согласен. Ты еще школьница. Какая тебе еще сейчас семейная жизнь? Ты сама еще ребенок. Ты вообще аферист. Вот скажи мне, и ты помолчи. Вот скажи мне, Аня, как ты вообще это все себе представляла? Вот ты сидишь жаришь с этим парнем котлеты, да? Носки стираешь, и при этом еще и учишься одновременно. Да поэтому я вам и не говорила. Я рассчитывала, что бабушка... А на какие деньги ты рассчитывала с ним жить? На наши с матерью? Это в принципе невозможно. Поэтому я хотела от вас съехать бабушкин дом, а эта старая Каргаблина переписала дом на Полину. Что ты говоришь такое? Аня, это очень хорошо, что именно сейчас ты рассталась с Ильей. Вот если бы... Представляешь, ты бы залетела от него, и что бы он тебя бросил. Ведь он тебя не любил, иначе он бы не ушел к Полине так быстро. Это хорошо, что именно сейчас. Аня, скажи, пожалуйста, ревновала ты Илью к Полине? Ну, когда у них начались отношения, естественно, ревновала. Я не знала, что... Но я точно знаю, что он на нее позарился из-за дома. У него других мотивов просто нет. Он меня любил. Конечно, да. Просто он меня полюбил. Я ему понравилась. Ой, девчонки, хватит. Он выбил меня. Ну что из-за этого? Полюбил меня, полюбил меня. Дома ему был нужен. А что ты не будешь за этого помолить? А ты не будешь за это помолить? Скажи, пожалуйста, а ты вот не просила там, ну, например, сестру, чтобы она перестала с Ильей встречаться? Конечно, просила. Я прям умоляла сестру, чтобы она бросила Илью. Она надо мной смеялась. Я Илью просила, чтобы он бросил Полину. А он говорил, что с помощью Полины решит свои жилищные проблемы. И вот за неделю до пожара мне Полина приходит и светится вся от счастья. Типа, сейчас мы с Ильей поженимся, он ко мне окончательно переберется. Илья, скажи, пожалуйста, это действительно так? Ты с помощью, собственно, Полины ты собирался с ней встречаться? Я уж не знаю, куда бы завели ваши отношения. Иными словами, свой жилищный вопрос решил? Ваша честь, при чем здесь вообще дом? Не знаю, при чем. Вот и хочу выяснить. Ну, что, вообще, что тут такого? Ну, полюбил я Полину. Ну, не мог ничего с собой поделать. А до этого Аню полюбил. Тоже не мог ничего с собой поделать. Я не говорил, что у нас были отношения. Да ты мерзавец вообще. Конечно, я мерзавец. Проще всего объявлять того, кто вообще рядом. А что, не так, что ли? Разрешите я продолжу? Да, продолжу. Ну, как я уже говорил. Ну, полюбил я Полину. Ну, и ушел к ней. И вообще, что тут такого-то? Мне нужно было себя ломать и оставаться с Аней? Человеком нужно было быть. Ваша честь. А что он такого сделал-то? Ты бы узнала это скоро. Ваша честь. Вот я думаю, есть ли в этом мире справедливость? Сначала бабушка наследственно на Полину переписала, хотя еще полгода назад обещала дом мне. Потом родная сестра, с которой я советовала, с которой я доверяла, забрала у меня любимого человека. Я вот как представила то, что Полька с Ильей поженятся, будет жить в этом доме. И так мне сразу так тошно и плохо, одиноко стало. Я подумала, что вот сейчас подгадаю, когда Польки не будет, спалю дом, и Илья обратно в свою комнату уедет, из меня опять спалю, мы снова с ним вместе будем. Да никогда такого не было бы. Без дома никто из вас ему не нужен без этого дома. Аня, скажи, пожалуйста, так что же произошло это 20 октября? Я пришла на Полине на участок, посмотрела, что ее нету. Сначала позвонила, она не брала трубку, заглянула в окно, там было пусто. Но я помню, что у бабушки где-то лишала бутыль с бензином. Его было мало, поэтому я облила только два угла. Я подожгла и убежала. А теперь она ремонт сделает и будет с Ильей там вместе жить. А я буду срок мотать. Господи, какая же я дура. Господи, Анечка, что ж ты натворила? Суть удаляется для вынесения. Сидорову Анну Викторовну признать виновной по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 лет. Судебное заседание закончено. Хоть так, ребят, хоть условно. И то хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!